Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы еще до сих пор не являетесь нашим подписчиком, мы рекомендуем подписаться на нашем канале. Вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто. В том числе и обзора на машины. Как в формате тест-драйв, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора – автомобиль очень простой по конструктиву и очень даже распространенный на вторичном рынке. Если вам нужен простецкий, недорогой и приемлемый по части эксплуатации автомобиль, можно обратить внимание на эту машину. О чем конкретно нужно помнить, выбирая подобный экземпляр в нашем сегодняшнем обзоре. Встречайте, Nissan Almera Classic. Nissan Almera Classic появилась в 2006 году. Автомобиль выпускался по 2013, причем собирался он вовсе не в Японии, а на корейском заводе Renault-Nissan в городе Пусане. Базирующаяся на платформе N16, модель изначально вообще носила наименование Samsung. Однако на российский рынок ей было присвоено более привычное название. Под капотом этих автомобилей располагался один-единственный двигатель объемом 1,6 на 107 лошадиных сил, коробка передач, автоматическая четырехступенчатая, либо механическая пятиступка, ну а привод, конечно же, только на переднюю ось. Габаритные размеры этого компактного седана длина 4,51 м, ширина 1,71 м, а высота 1,44 м. При этом колесная база автомобиля на самом деле далеко не запредельная, 2 метра 53 сантиметра. Что касается толщины и качества красочного покрытия, толщина здесь в принципе стандартная для любого японского или корейского автомобиля 90-140 микрон. Качество в целом удовлетворительное, а вот в том, что касается момента сопротивляемости кузова коррозии, у этих автомобилей все может складываться сильно по-разному в зависимости от региона, где машину эксплуатировали. Если первый собственник автомобиля взял на себя ответственность и доработал заводскую антикоррозийную защиту, и при этом не бил автомобиль, соответственно, не нарушалось заводской ЛКП, то такие Альмеры Классик будут и в почтенном возрасте демонстрировать кузов, который еще не имеет следов сильного поразивания коррозии. Ну, кроме, возможно, элементов подвески, но если автомобиль пережил ДТП, да еще и не одно, соответственно, с нарушением целостности лакокрасочного покрытия и, не пойми, как произведенным ремонтом, либо изначально не был обработан антикорром, а ездил при этом в соответствующем климате, то есть в сыром-холодном, да еще и по реагентам зимой, то у таких автомобилей вполне может обнаружиться сквозная коррозия, причем далеко не только на колесных арках или порогах. Осматривать эти машины желательно всесторонне, в том числе и в подкапотном пространстве. В группе риска здесь также низы дверей, а в некоторых особо запущенных случаях в том числе и передняя кромка капота плюс козырек крыши над лобовым стеклом. Кстати, сколы, появляющиеся на этом автомобиле, крайне желательно подлечивать оперативно, не дожидаясь, пока они перейдут в стадию рыжих точек. Если же вам повезло найти ухоженный экземпляр, который не демонстрирует следов коррозии на кузове, обязательно дополнительно защитите автомобиль антикоррозионным составом. Что касается бортовой электроники и прочих моментов, связанных уже не с металлом кузова, по данному автомобилю на самом деле их не так уж и много. Да, многие отмечают не очень хороший пластик передней оптики, который со временем имеет свойство мутнеть, затираться и вообще периодически требует освежающей полировки. Ну а второй момент связан с трапецией дворников. При осмотре Almero Classic обязательно проверяйте механизм стеклоочистителей на предмет его работоспособности. Убранство салона же здесь очень простое, при этом материалы на самом деле неплохие и для бюджетного класса демонстрируют неплохую сохранность даже на очень больших пробегах. По электрике здесь в принципе все очень просто, даже пакет стеклоподъемников здесь как правило только на передних дверях. Ну а к моментам, которые могут подкинуть сюрприз и потребовать замены по салону, здесь как правило относится сугубо мотор отопителя. Так что при осмотре автомобиля прощелкайте управление системой отопления по всем положениям. Проверьте, чтобы функционировали заслонки воздухосмесителя, температуры, а также прогоните вентилятор по всем положениям. Он должен работать без посторонних шумов и визгов. Что касается двигателя Альмера Классик. В данном случае под капотом один единственно возможный агрегат. Индекс этого мотора QG16DE. Этот двигатель довольно старый. Выпускаться он начал еще в 2000 году, за 6 лет до появления этой модели. По своему конструктиву это рядная четверка, причем с чугунным блоком цилиндров. Накрыто все это дело алюминиевой головкой блока с двумя распредвалами. Имеется фазовращатель на впускном распредвалу. Здесь 16 клапанов и нет гидрокомпенсаторов. Соответственно, когда-нибудь вам придется столкнуться с необходимостью клапанные зазоры регулировать. Впрыск топлива здесь самый обычный распределенный. И вообще двигатель крайне простой, если не считать системой EGR. Обязательного экологического атрибута. Здесь 4 индивидуальных катушки зажигания. Свечи и катушки находятся в эталонном доступе. В целом двигатель на самом деле довольно неплох. По части поршневой группы в данном случае вопросов минимум. Двигатели выхаживают свыше 300 тысяч километров пробега. Если хотя бы иногда менять в нем масло. Кстати, заливается его сюда довольно мало. 2,8 литра. Масло вязкостью 5W30. Привод ГРМ на этих моторах цепной. По ресурсу цепи есть определенные вопросы. Хотя по меркам нынешних времен ресурс 150-200 тысяч до появления признаков необходимости цепь поменять. Это довольно-таки неплохой средний показатель. По большому счету владельцы автомобилей с этими двигателями сталкиваются с простыми и довольно понятными в плане устранения проблемами. Такими как, например, неровные обороты холостого хода. И повинна здесь, как правило, либо дроссельная заслонка, нуждающаяся в периодической чистке, либо клапан EGR. Если же эти меры не помогли, двигатель плохо тянет и плавают обороты, вполне возможно, проблема уже будет в цепи. Соответственно, первый и самый простой вариант в этом убедиться – посмотреть, что происходит с фазами зажигания. Также многие владельцы этих автомобилей отмечают не очень большой ресурс роликов навесного оборудования и самого приводного ремня. Также эпизодически случается, что подглючивают датчики. И первый кандидат здесь – датчик положения дроссельной заслонки. Однако, каких-то супер дорогих проблем, этот двигатель подкинуть своему владельцу по большому счету не способен. И в целом агрегат является крайне надежным. Кстати, паспортный бензин здесь 92-й. И еще один момент. Если вы купили такую машину, где каталитический нейтрализатор еще на месте, имейте в виду, крайне не рекомендуется ездить на подобном автомобиле со сбоящими катушками зажигания или с неисправными старыми свечами. Поскольку в случае разрушения самого катализатора, керамическая пыль здесь запросто может попасть в цилиндры, что и приговорит цилиндропоршневую группу. Если же нейтрализатор уже удален, ну, соответственно, минус один риск. Что касается коробок. На эти автомобили устанавливалась либо механическая пятиступка, либо четырехступенчатый автомат. Механическая пятиступка носит наименование 4М40. И про эту коробку можно констатировать следующее. Видали покрепче. На автомобилях с большими пробегами на этих трансмиссиях, особенно у водителей, кто пренебрегал заменой масла, очень часто случаются гул подшипников. И первым в данном случае сдается подшипник первичного вала. Также довольно быстро на пробегах около 150 ближе к 200 тысячам в этих трансмиссиях бывает сдаются синхронизаторы на второй-третьей передачах. Так что при осмотре автомобиля с механикой четкость включения передач на ходу проверять нужно обязательно. Не отличается четкостью механизм выбора передач, особенно на автомобилях, которые пробежали уже солидные дистанции. А вот ресурс компонентов сцепления весьма неплохой, под 150 тысяч километров пробега. Перебирается эта коробка несложно, но в целом здесь нет такого ударного преимущества в ресурсе перед автоматом, чтобы предпочесть механику, в данном случае АКПП. Автоматическая же коробка носит индекс RE4F03A. Это классический гидромеханический автомат. Пусть и не расторопный в плане переключений, зато плавный и достаточно надежный. В плане ресурса эти коробки выхаживают под 250 тысяч километров пробега. При условии регулярной смены рабочей жидкости раз в 60 тысяч. Трансмиссии эти достаточно старые, и на данный автомобиль они добрались уже пройдя через устранение всех детских болячек. Да, к пробегам за 250, ближе к 300, эти трансмиссии могут начать проявлять себя толчками при переключении. Но, как правило, даже в таком состоянии эта коробка способна доездить до рубежа порядка 400 тысяч. Да, к большим пробегам эти трансмиссии могут начать проявлять себя в виде толчков при переключениях. И если замена масла здесь уже не помогает, то действительно коробка может отправиться на профилактический ремонт. Как минимум обслужить гидроблок, а как максимум под замену отправляются уже пакеты фрикционов. Но случается это все на данных автомобилях отнюдь не на детском пробеге. Так что, с точки зрения надежности, предпочесть автоматическую коробку все же стоит. Хотя с автоматом эта машина на самом деле довольно нерасторопна. Около 14 секунд в разгоне с нуля до 100. Механика же позволяет проделать это упражнение пошустрее секунд за 11-12. Но, опять же, ценой ресурса и меньшего комфорта при движении в городских условиях. Что касается дорожного просвета, у Альмера Классик заявленный клиренс 165 мм. Но, по факту, на самом деле, под защитой моторного отсека будет меньше. Даже если не брать в расчет, что защита здесь металлическая и, следовательно, не штатная. До штатной пластиковой защиты порядка 14 см. До края переднего бампера около 20 см. Но есть чуть более низкие точки, про которые следует помнить, если вы паркуетесь к поребрику. Впрочем, это все еще довольно значительный запас. Расстояние от земли до порога в передней части за передним колесом это 20 см. А расстояние до порога в задней части порядка 22 см. Но в данном случае у вас гораздо больше шансов зацепить землю либо балкой подвески, либо, собственно, днищем автомобиля, который находится ниже, чем находится нижняя кромка порога. В целом же, если говорить про городскую эксплуатацию, то есть про парковку к поребрикам и прочие маневры в нечищенных дворах, Альмера Классик – автомобиль, который имеет запасы под крайними точками, подобные таковым на некоторых современных кроссоверах. Что касается ходовой части Альмера Классик, в данном случае подвеска очень-очень простая по конструкции и при этом мягкая. От точной управляемости от этого автомобиля ждать не приходится. Просто достаточно для ежедневного перемещения в пределах городских скоростей. Что касается конструктива, передняя подвеска здесь у нас типа Макферсон, ну а сзади самая обычная балка. Передние рычаги имеют запрессованные шаровые опоры, которые, по идее, менять приходится вместе с рычагами. Но, опять же, если говорить про дубликатные запчасти, можно, конечно, перепрессовать. Что касается передней подвески, она настолько простая, что здесь отсутствует с завода стабилизатор поперечной устойчивости. Хотя некоторые владельцы подобных автомобилей добавляли эту опцию, тем самым слегка поправив положение с рулежкой автомобиля. Рулевая рейка на Альмере Классик обычная гидравлическая. Если вы имеете привычку иногда обновлять рабочую жидкость ГУР, то этот узел прослужит свыше 200 тысяч километров. Стучать на этих машинах, как правило, начинает не сама рейка, а рулевая крестовинка. Подобные вещи наблюдаются в том числе и на многих Тойотах, и на таких автомобилях, как, например, Ниссан Жук. Так что при осмотре машины рулевое управление на предмет люфтов и стуков все же имеет смысл проверить. Если с ресурсом компонентов передней подвески все более или менее ясно, так, например, опорники стоек около 100 тысяч километров, рычаги 100-120, шаровые опоры также порядка 100 с копейкой, ну а рулевые наконечники около 90 тысяч километров, то по задней подвеске в плане ресурса ломаться особо-то здесь и нечему, кроме вечных сайлинблоков балки и непосредственно втулок на амортизаторах, которые меняются, как правило, вместе с ними. Единственное, на что жаловались владельцы подобных автомобилей, это на небольшой ресурс задних пружин. На пробегах свыше 100 тысяч километров пружины имеют свойство просаживаться, поэтому многие собственники подобных автомобилей с большим пробегом через процедуру замены этого компонента задней подвески уже проходили. В задней части автомобиля также располагается топливный бак. Сам бак здесь пластиковый, объем 55 литров, а вот заливная горловина, большей частью металлическая, соответственно, осматривая автомобиль, обратите внимание на то, чтобы горловина не имела следов поражения коррозии. Что касается тормозной системы, здесь она также примитивная, передние тормоза дисковые, ну а задние безальтернативно барабанные, поэтому время от времени, правда, через довольно продолжительные промежутки этого самого времени, может потребоваться обслуживание задних тормозных механизмов. Общие выводы по модели будут такие. Если вам нужен простой неприхотливый автомобиль, Nissan Almera Classic вполне может претендовать на это звание. У этого автомобиля в активе будет старинный по конструкции и простой мотор, следовательно, надежный. Версии с автоматической коробкой передач порадуют также ресурсом службы автомата. Ну а подвеска здесь комфортная, но при этом крайне простая и не требующая глобальных вложений. Единственный момент – это кузов. На рынке довольно большое количество подобных автомобилей вполне уже может иметь кузовные проблемы, причем касающиеся не только следов восстановления после аварии, но в том числе и коррозии. Поэтому при осмотре автомобиля кузову особое внимание. Если у вас была или есть до сих пор подобная машина, на которой вы проехали не одну сотню тысяч километров, вам есть в чем нас дополнить и в чем нас поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые задумались о покупке подобного авто, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо, что смотрели. Хорошего вам дня и до новых встреч на канале. Пока! Пока!